МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24. В студии для вас работает Сусана Халилова. Чем запомнился этот день глазами наших корреспондентов? Сегодня в выпуске. Более 1 миллиарда рублей. Самая крупная задолженность за газ у Махачкала Теплоэнерго. Сегодня в правительстве республики обсуждался вопрос задолженности бюджетных учреждений. Полная антропогенная деградация кизлярских пастбищ основной кормовой базы овцеводства республики ведет к экологической катастрофе. Проблема развития агропромышленного комплекса обсуждалась в столице Дагестана. Благой нрав, путь суфизма и ценность времени. Один из крупнейших мажористов за последние 10 лет прошел в селении Рутул, Рутульского района. Сборную Дагестана по регби среди девушек чествовали в Министерстве спорта республики. Заседание по вопросам задолженности бюджетных учреждений предприятий жилищно-коммунального хозяйства республики Дагестан за поставленный газ прошло сегодня в правительстве. Заседание межведомственной и рабочей группы вел заместитель председателя правительства республики Шамиль Исаев. О крупных должниках узнавала Хатиджа Курбанова. С докладом по взаимодействию органов исполнительной власти республики Дагестан с Газпром Межрегион Газ Махачкала выступил Сагид Пашаумаханов. По его словам, крупнейшим должником по оплате поставленного газа является ОАО «Махачкала Теплоэнерго» за должностью более 1 миллиарда рублей. Другие крупные должники – это «Махачкала Теплосервис» и «Дагестан Энерго». На их долю приходится более 900 миллионов рублей. Критическое состояние тарифного плана также отметили представители Газпром Межрегион Газ. Мы проанализировали ситуацию по тепловым компаниям. На сегодняшний день практически все эти компании, в основном, так рассматривают, они банкротят. Да, работают конкурсные управляющие. Некоторые компании уже продаются с молотка. Мы теряем, не мы, а республика теряет. В конечном итоге тепловарбатующее предприятие. И ситуация с остальными тепловарбатывающими предприятиями очень сегодня критическая, я бы сказал. Давайте вырабатывать решения. Давайте совместно поймем, сколько нам недостает тарифов. Представитель компании-поставщика Газа также добавил, что властям республики необходимо погасить оставшуюся задолженность бюджетных организаций прошлых лет. В свою очередь, межведомственная рабочая группа наличие задолженности отрицает. В протяжении трех месяцев, в течение которой шла проверка, так и не смогла передъявить документальных доказательств наличие благомиллиардной задолженности, о которой так громко заявляют на всех совещаниях и средствах массовой информации. Подводя итоги обсуждения, Ашим Илесаев дал указание ответственным руководителям принять меры по недопущению роста задолженности. В создании зеленого щита вокруг Махачкалы и сохранении Эльтавского леса – меры по решению проблем с эрозией дагестанских земель. В столице состоялся шестой созыв комиссии по развитию агропромышленного комплекса, развитию сельских территорий, охраны окружающей среды. Специалисты Общественной палаты Республики Дагестан до августа следующего года согласовали и разработали план слушаний, форумов и выездах мероприятий. Подробнее Ларьяна Шамхалаева. Нерациональное использование земель, в частности бесконтрольный выпас скота, привел к тому, что плодородные земли стали бесплодной пустыней. Полная антропогенная деградация кизлярских пастбищ, основной кормовой базы овцеводства Республики Дагестан ведет к экологической катастрофе. На прилегающей территории Калмыки ареал безжизненной земли также постоянно разрастается, эти почвы уже окрестили черными землями. У экологов и биологов возникают серьезные опасения, что при отсутствии источников финансирования территории, являющиеся зонами отгонного животноводства, будут и дальше превращаться в открытые пески. Очень много овцепоголовья частники оставляют, не регулируют пастбу, оставляют на пастбищах, не перегоняют на летние пастбища. Скот болеет. Раньше, если там только овцы были, мы перевозили около миллиона головы овец на летние пастбища, сейчас практически перестали перевозить. По словам специалистов, восстановление экологического равновесия требует дополнительного финансирования и помощи от государства и неравнодушных граждан. Надо помочь нашим фермерам, нашим СПК, чтобы они перевозили овец. Вот эти все вопросы очень злободневные, очень нужные. Осношение сельского хозяйства техникой. Техники практически не хватает. Ее нет. По лизингу выделяется очень мало. Поэтому надо как-то, чтобы повернуть к этим вопросам правительство, обратить их внимание. По итогам комиссии, члены палаты приняли решение о проведении в сентябре текущего года общественных слушаний касательно сохранения Эльтавского леса. В первый месяц осени также планируется провести форум, посвященный перспективам развития рыбохозяйственного комплекса Дагестана, где специалисты затронут темы биоресурсов Каспия, строительства водоочистных сооружений, а также сбросов канализационных стоков в море. Лориана Шимхалаева, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. В селении Рутул, Рутульского района состоялся республиканский маджилис Алимов Дагестана. Мероприятие подобного масштаба прошло в районе впервые. В нем приняли участие ученые-богословы со всех районов Дагестана. В своих проповедях они затронули самые актуальные темы. Из селения Рутул, репортаж Абдуллы Алиева. За последние десятилетия можно сказать, что это один из крупных маджилисов, прошедших в республике. Организация мероприятия прошла на высшем уровне. Идрис Асадуллаев, передав слова приветствия от муфтия республики шейха Ахмада Фанди, рассказал о благом нраве, пути Тасауфа и ценности времени. О тягчайшем грехе самоубийстве рассказал полпред муфтия республики Дагестан в Центральном территориальном округе Абдулла Аджемулаев. В своем выступлении на мажлице Алимов полпред муфтия республики Дагестан в Южном территориальном округе Махди Абидов рассказал о проделанной работе муфтия от республики. Данный мажлиц, несомненно, можно считать результатом проводимой работы духовенства Дагестана. Мы все понимаем, мы все знаем, что человек, который выходит для того, чтобы получить рейнему, получить знания, что этот человек находится на пути Всевышнего Аллаха. Представители администрации района выразили огромную благодарность за проведение мероприятия. Имам села Рутул Абдулсилим Тагиров поблагодарил всех гостей, которые приехали с разных районов нашей республики на этот мажлиц. Завершили мероприятие коллективным дуа. С мольбой ко Всевышнему обратился известный ученый-богослов Хасмухамад Абубакаров. Абдул Алип, Назим Багишев, телеканал ННТ, Рутун. Ну а теперь краткий обзор событий. Одним из основных кандидатов на пост главного тренера Махачкалинского Анджи является Валерий Карпин, сообщает Еврофутбол.ру. Разговоры о том, что нынешний тренер Анджи уйдет со своего поста, появились после заявления перед матчем Анджи со Скахабаровском. Александр Григорян сказал, что покинет клуб, если команда уступит своему сопернику. Махачкалинская команда в итоге уступила футболистам СКА Хабаровск. Около 25 миллиардов рублей планируют выделить муниципалитетам на реализацию программы благоустройства. Две трети из средств, выделенных на реализацию проекта, направляют на благоустройство дворов. Другая часть будет выделена для благоустройства объектов городской среды, в том числе парков, скверов, набережных. Более 11 тысяч тонн тепличных овощей собрано в Дагестане с начала года. Собранный урожай состоит из 8 тысяч тонн томатов и 3 тысячи тонн огурцов. За аналогичный период прошлого года в республике было собрано около 10 тысяч тонн овощей. В конце июля в Белгороде завершилась летняя спартакиада учащихся. Второе место на всероссийских соревнованиях заняли дагестанские регбистки. Спортсмены отчествовали в Министерстве по физической культуре и спорту республики. На пути к финалу воспитанницы дагестанской школы регби обыграли соперниц из Красноярского края, Кемеровской области, Калининграда и Москвы. Но в решающей встрече в упорной борьбе уступили сборной Московской области. По словам тренера команды Магомеда Гаджи Магомедова, нашим регбисткам вполне было по силам завоевать и золотые медали. В финале тоже величина с ноль, но после пошло эти моменты судейские. Не будем вбинить в суде, надо было еще увереннее играть. Ну пошли удаление, одно удалили, второе удалили. Уже были моменты, как говорил Карелин, я не верю, что судей могут засунуть. Почему? Потому что если ты его на лопатке ставишь, как они могут засунуть. Поэтому, девочки, будет тяжело, надо быть на голову сильнее, увереннее. У вас есть все возможности. По итогам прошедших соревнований некоторые дагестанские регбистки получили вызов в сборную России для участия в международных турнирах. Поздравляя спортсмена к успешным выступлениям, министр спорта республики Магомед Магомедов подчеркнул, что регби в Дагестане развивается быстрыми темпами. К поздравлениям присоединился и руководитель республиканского управления федеральной антимонопольной службы Курбан Кубасаев. В завершении встречи команда дагестанских регбисток была отмечена медалями Минспорта, а также денежным поощрением. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И к концу выпуска курс валют на завтра. Доллар 59,96 рубля, евро 70,41 рубля. Еще больше новостей вы можете узнать на нашем сайте nntv.ru. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин